Чаттердак Визитная карточка Крыма В ясную погоду характерный силуэт шатер горы привлекает внимание путешественников, начиная с Крымского перешейка и сопровождает их в странствиях по всему полуострову. На нижнем плато Чаттердага, почти на километровой высоте над уровнем моря, находится одно из чудес Украины – мраморная пещера. Два миллиона лет вода создавала грандиозный лабиринт в толщах мраморовидного известняка, украшала подземные залы фантастическими фигурами и удивительными кристаллами. Лишь в 1987 году человеку впервые удалось проникнуть в вековечный мрак уникальных подземелий. Ныне мраморная пещера входит в пятерку самых красивых оборудованных пещер мира. Один из залов пещеры, расположенный в нижних галереях, спелеологи-открыватели назвали именем Владимира Ивановича Вернацкого. Как и вся пещера, зал Вернацкого заложен в кристаллических известняках. Сталактиты, сталагмиты, купола, гуры, гелектиты щедро украшают пространство зала площадью 800 квадратных. Большинство этих натечных образований тянется цепочкой вдоль тектонической трещины, по которой заложена карстовая полость. Для туристов зал Вернацкого открыт в 2005 году. Он входит в уникальный маршрут «Мелодии Чаттердага». Посетителей подземного царства встречает классическая музыка, которая в сочетании с картинами первозданной красоты настраивает человека на совершенно особый строй мыслей. Кажется, что именно здесь, касаясь потаенных секретов природы, ты можешь в полной мере осмыслить великую закономерность, которая неразрывно связывает все живое и неживое в единый уникальный мир. Именно здесь эпохальные мысли Владимира Ивановича Вернацкого отзываются в сознании всякого человека стремлением постичь свое место в бесконечной цепочке бытия. Человек, как и все живое, не является самодавляющим, независимым от окружающей среды природным объектом. Человек и человечество теснейшим образом связаны с живым веществом, населяющим нашу планету. Неотделимо и неразрывно биосфера на всем протяжении геологического времени связана с живым заселяющим ее веществом. Между костным и живым веществом есть непрерывная связь, которая может быть выражена как непрерывный биогенный ток атомов из живого вещества в костное и обратно. Этот биогенный ток атомов вызывается живым веществом. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества, цивилизованного человечества, на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние, в ноосферу. Человечество закономерным движением, длившимся миллион другой лет, охватывает всю планету, выделяется, отходит от других живых организмов, как новая небывалая геологическая сила. На наших глазах биосфера резко меняется. Едва ли может быть сомнение, что ее перестройка научной мыслью не есть случайное явление, зависящее от воли человека, но есть стихийный природный процесс, корни которого лежат глубоко и подготовлялись эволюционным процессом. Человек должен понять, как только научная, а не философская или религиозная концепция мира его охватит, что он не есть случайное, свободно действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление большого природного процесса, закономерно дрящегося в течение, по крайней мере, двух миллиардов лет. Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она является. Мы переживаем в настоящее время исключительное проявление живого вещества в биосфере, создание новой геологической силы, научной мысли, резко увеличивающей влияние живого вещества в эволюции биосферы. Охваченная всецело живым веществом биосфера, увеличивает в беспредельных размерах его геологическую силу и переходит в новое состояние, в ноосферу. Научная мысль, как проявление живого вещества, по существу не может быть обратимым явлением. Она может останавливаться в своем движении, но раз создавшись и проявившись в эволюции биосферы, она несет в себе возможность неограниченного развития в ходе времени. Мраморная пещера стала первой в Крыму, куда человек пришел не как разрушитель, а как созидатель и ученик. Здесь он постигает истинные масштабы геологических эпох. Здесь осознает меру своих сил и пределы своих стремлений. Именно здесь он силится понять замысел природы, создавшей человека, создавшей разум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова